Театр Маски — это своеобразная семья, в которой мы живём очень дружно и любим друг друга, потому что вообще маски иссякают из себя это любовь, добро, это смех и юмор. И, ну, как бы так получается, это своего рода у нас как бы семейный бизнес, и только в семье в первую очередь не спрашивают, а что я за это получу. В первую очередь это какие-то свои задачи и цели, а самая главная цель — это, ещё раз повторюсь, — это дарить людям добро, мир и смех. Вот на этом мы и держимся. Ещё часто вот Боря говорит о том, что ещё наша миссия не иссякла, и мы ещё и будем дальше существовать и творить. По поводу миссии, которая может вдруг иссякнет, какие темы сейчас вас волнуют? Маски уже были в поезде, на Луне, кстати, были маски? Мне кажется, пора осваивать космос. Ну, смотрите, у нас, ну, я просто не хочу сейчас рассказывать, то есть есть очень много сюжетов, таких готовых сценарных заготовок, есть уже и разработанные сценарии, которые мы неоднократно подавали на многие телеканалы, там, ну, украинские прежде всего, но пока что, скажем, те люди, которые были тогда в 90-х годах, были на всех телеканалах очень хорошие, мудрые люди тогда, которые могли, по крайней мере, они понимали, что надо что-то творческое давать людям, чтобы зрители смотрели. Сегодня ситуация изменилась, и не знаю, почему-то так считается, что вот, что дашь зрителям, вот то пусть и смо, мы знаем, что надо смотреть зрителям, и происходит какое-то принижение зрителей, потому что считается, что, ну, не надо, это простые люди, вот, им надо что-то попроще, попримитивнее, подебильнее. Вот, такое существует мнение, оно, и сложно пробить, изменить их отношения. Другие люди, во-первых, мы с ними уже не знакомы, с этими новыми людьми, какое-то новое поколение, они не понимают... Они ГМО просто много едят, это, мутанты, а мы это нормальное, мы на природных продуктах выросли. Вот, и, в общем, нет пока у нас такого контакта ни с каким из руководства телеканалов. Вот, хотя очень хорошие у нас есть сценарии, и подобные старым сериям, есть и совершенно новые идеи. Мы же развиваемся, вот то, что мы в театре, вот в театре своем мы свободны делать все, что хотим. Это лаборатория, это эксперимент, и, с другой стороны, все, что мы показываем, люди очень ценят. И кто-то находит какие-то более простые шутки, нравится, кто-то более глубоко проникает. То есть там есть для всех слоев понимания этот юмор. И поэтому люди приходят, один и тот же спектакль могут смотреть несколько раз, потому что с первого раза не все понятно, что-то еще остается на следующий раз, там второй, третий план есть. Вот, и также я считаю, телевидение, это тоже искусство, но у нас считается, что это только пропаганда. И в том числе и развлекательное телевидение, это тоже пропаганда, потому что оно формирует вкус, формирует мнение. Значит, получается, понимаете, невыгодно людям давать какое-то понимание, чтобы люди думали, и люди что-то находили человеческое. Вот мне это не нравится, но, конечно, я надеюсь, что все-таки где-то вдруг появится нормальный какой-то человек на каком-то из телеканалов, и мы найдем общий язык, обязательно будем снимать и новые проекты, и старые, потому что это вопрос времени. То есть надо немножко подождать, а мы готовы в любой момент вступить с любым телеканалом в переговоры, и хотите песен, их есть у нас. А жить мы собираемся долго. Но пока что мы можем своим театральным искусством радовать людей. И кому-то близко, приходите на наши спектакли, в частности на «Маски в кубе». Мы вас очень ждем, и те, кто любят юмор, и кто верит, что жизнь у нас наладится, будет все хорошо, приходите к нам, получите удовольствие.